Тарантовка Группа Мор была образована в Торонто в 2008 году. История создания коллектива примечательна тем, что все творчество ее участников основано на их впечатлениях от путешествий по разным уголкам планеты. Они привнесли в свое звучание сочетание темных мистических мотивов с уютными мелодиями, наигрываемыми у костра. Недавно ребята вернулись из долгого концертного тура по Европе, в рамках которого представили свой четвертый альбом «Рок» и выступили в Торонто в клубе Лиз Плейс. Тарантовка Тарантовка пообщалась с музыкантами и расспросила об их творчестве. Представьтесь и расскажите о вашей группе. Ну, я Эдриан, и это Игорь. Все началось как большой взрыв. У нас было очень много идей. Да, мы встретились, обменялись идеями, начали писать песни, не успели глазоморгнуть, как вот мачутили здесь. Для вас музыка – это хобби или основная работа? Хобби? Как это? Конечно же, я шучу, я понимаю, о чем вы. Это для нас дело всей жизни – работа на полную ставку. Да, да, так и есть. Вы закончили свой тур по Европе. Как он прошел? Да, недавно мы ездили в тур по Восточной Европе. Он начался в Бухаресте, а потом у нас были выступления в средней части Европы, а затем мы отправились в Нидерланды и даже играли в Англии и Косово. А почему вы не выступаете в Америке? Ну, мы уверены, в европейских зрителях нас очень тепло принимает публика там. Каждый раз, когда мы выступаем в Европе, мы понимаем, что просто обязаны вернуться обратно. Да и кроме того, европейцы больше ценят самобытность. Как вы можете охарактеризовать стиль, в котором вы играете? Хм, сложно сказать однозначно. Это классический рок с такой изюминкой, знаете. Это некое переосмысление рок-н-ролла. Довольно сложно это сделать, но мне хочется верить, что у нас получается. Да, очень часто нам говорят, что у нас есть свое уникальное звучание. Это нам очень льстит. А что или кто вас вдохновляет? Жизнь, наверное. Все через что мы проходим, что переживаем. Вся наша музыка идет от сердца. Мы не пишем песни типа «О, это должно быть что-то попсовое». Мы пишем о том, с чем связаны наши переживания. Людям нравится наша музыка, потому что им это близко. А какая ваша любимая рок-группа? Сложно выбрать какую-то одну. Можем назвать несколько. Куин, к примеру, Лед Зеппелин. Пинк Флойд, Ганс Н' Роузес, Эллисон, Чейнс. Ну, в общем, все, что хорошо звучит. Вы знаете, я сама фанат Пинк Флойд, но я столкнулась с такой проблемой, что не могу найти майку с их символикой размера S. Как вы считаете, почему музыкальная индустрия не производит майки с символикой рок-групп для девушек размера меньше среднего? Знаете, завтра первым делом мы позвоним нашим друзьям из Пинк Флойд и спросим их, почему у цари такая несправедливость. Ты позвонишь или мне позвонить? Я позвоню Роджеру, да. Роджеру позвонишь? Я могу позвонить Дэвиду. Мы с ним настолько близки, что каждое утро созваниваемся. В общем, оставь это нам, мы разберемся. У нас, кстати, есть майки твоего размера. Это говорит о том, что мы хотя бы одну вещь делаем лучше, чем Пинк Флойд. Так и запишите. 1.0 в пользу More. Я нашла пару ваших песен в российских соцсетях, то есть у вас есть русскоговорящие фанаты. Где вообще можно послушать ваши песни? Мы есть на Ютьюбе, в Айтюнсе, на разных сервисах онлайн-стриминга, к примеру, Спотифай, ну и на ВКонтакте я видел, что наши песни выкладывают. Я не знаю, как они туда попали, потому что у нас нет аккаунта ВКонтакте. Я вам сейчас секрет раскрою. Я умею говорить по-русски. Есть адрес. Вот там можно услышать большинство наших композиций. Эдрин, а почему ты носишь красную бандану? Здесь есть столько вариантов. Ну, не знаю, к примеру, потому что я не люблю голубой цвет. И еще потому, что ему нравится Рафаэль из черепашек-ниндзя. Да, я ниндзя-черепашка. На самом деле тут нет никакой задней мысли. Я просто оторвал кусок от красной рубашки и обвязал вокруг головы. Ну, понравилось мне так. Есть ли у вас какое-то обращение к русской аудитории? Как дела? Меня зовут Адриан. Что? Пожалуйста, приходите на наши концерты, поддерживайте нас. Мы всегда рады видеть вас на наших выступлениях. Скажи что-нибудь по-русски. Ты же русский знаешь. Давай. Всем большой привет. Спасибо большое за все. Спасибо вам. Открывали для себя новое Ольга Рудин и Никита Овсяников. Специально для Тарантовка.ком Субтитры создавал DimaTorzok